приветствую на своем канале всех любителей рыбалки возник такой вопрос какие кивки я использую на своих рыбалках у спрашивания подписчиков в комментариях в личных сообщениях почему такой вопрос возник потому что увидели там у меня кивки такие которых не могут найти в магазине я отвечу на это так я использую и самодельные и покупные кивки различные эксперименты по изготовлению самодельных кивков я проводил вот кто интересуется может посмотреть меня там где-то примерно год назад был там два видео какие там делал короче коряло конечно тем не менее они получились очень даже неплохие кирки я их использую вот настоящий момент пришел к такому что используют три вида материалов для изготовления своих кивков для самых-самых легких мормышек я использую дискета материалы которые используя для мормышек побольше они у меня нашлись в доступном мне скажем так месте то есть я разобрал плоский монитор из плоского монитора вот там и получился меня три вида пленочки одна пленка вот такая вот белая как вы видите тут вырезал под кивки но она мне не очень понравился на по цвету самое лучшее она не прозрачно хорошо краситься но она так не показалось что она на морозе будет ответить вот так раз ломкой очень очень ломкая то есть я от него отказался там есть еще два вида пленки 1 вот такая вот потоньше матовая и 1 вот такая вот потолще потолще пленочкой вот этим пленочками я и пользуюсь для изготовления своих кивков то есть основной материал это вот вот отсюда я сделал вот этот вот длина моего кивка вот здесь я вырезал 25 штук представлять сколько можно сделать с листа с одного листа можно сделать ну не знаю штук 150 наверно полотен то есть реально это блин на несколько лет вам хватит это по средней мормышки делаю вот с этого листа а под под тяжелые мормышки или под ловлю на стоячку с кивком ну то есть когда надо там ловить подлещика когда нужен длинный кивок или может быть подловлю без на безмотылку вот когда тоже нужен длинный кивок очень когда нужна хорошая компенсация большого веса мормышки или груза вот я использую вот такой я попробовал тоже замечательно мне очень понравился две штучки вот здесь вырезал длиной 12 сантиметров вот смотрите сверху не очень хорошо получившие скидки они тоже нормальные но там немножечко нет центрованное отверстие ну то есть проколол да а снизу прям идеально вообще классно мне очень понравились вот такие кивочки я использую очень нравится очень хорошо все получается с ними в качестве коннектора для своих кивков использую самые обыкновенные силиконовой трубочки то есть меньшего диаметра трубочка вставлена в трубочку большего диаметра и для пропускания лески использую какую-то трубочку плотную это может быть кусочек стержня трубочка чупа чупса еще что-то такое ну то есть она должна быть плотной и не мяться леска должна проходить свободно я не люблю когда слишком тонкий кебрик почему потому что у меня зрение уже не очень хороший если мне надо продеть в этот кембрик или вы точнее сказать вот в эту трубочку для пропускания лески леску на морозе то мне удобнее если будет все таки диаметр немножечко побольше кто-то есть такие люди любят прям тонкие диаметры чтобы плотненько прям садилась и вот между вот трубочкой для пропускания лески и трубочкой силиконовой которую я насаживаю на кончик удочки я вставляю само полотно своего кивка по итогу почти готовый кивок выглядит вот так я вставил в коннектор полотно самодельная кивка настоящий момент вот как вы видите между трубочкой для пропускания лески и трубочкой для надевания на кончик удочки вот кивок этот не точеный не подготовлены не крашеный просто полотно вставил вот так выглядит я укажет доработаю покрашен но здесь хорошо кстати видно отверстие видите как нормально сделано доработают кивочка будет у меня работать покупные кивки я использую тоже их когда-то купил там большое довольно количество они у меня есть то есть что их выкидывать что ли теперь я их прекрасно использую вот замечательно они мне ловят рыбу вот например если вы посмотрите видео где-то двухнедельной давности шаблеша там на фотографии на превьюшке там лежит две щуки и кучка окунь там вот я ловил с покупным кивочком все прекрасно мне работало все прекрасно ловилось единство что он у меня там немножечко доработанная немножечко поточил вот и покрасил дополнительно потом сверху потому что краска источил с кончик тоже вот то есть покупные кивки я использую тоже покупных хороших кивков на самом деле очень много можно их просто подобрать в магазине если хороший грамотный продавец есть хороший магазин в этом вполне нормальный кивок за 50 рублей даже за 35 бывает купить и нормально ну то есть 50 рублей нормальная цена кивка вот если вы конечно хотите чего-нибудь крутое там то ласточки на крыло вы там возьмете кажется там какие-то бешеные деньги но это будет конечно самый лучший кивок самый классный самый подобранный но на этом я с вами попрощаюсь всем пока до встречи на рыбалке и и Продолжение следует...